Так, уважаемые коллеги, первый семинар этого календарного года посвящен очень интересной теме, которой мы часто вообще считаем, что у нас все равны, оказывается равны, да не очень, есть кто-то, кто ровнее. И модератором нашего семинара выступает Катерина Николаевна Поливанова, нет необходимости рассказывать про ее титул, все ее знают. И, Катерина Николаевна, вам руки введения. — Коллеги, я очень рада, что сегодня мы начинаем цикл годовой с очень, на мой взгляд, во-первых, важной проблематики, во-вторых, с очень качественного, качественного, не в смысле качественного количества, а в смысле качественного, очень хорошее исследование, которое представит моя коллега, директор Центра исследований современного детства Елизавета Викторовна Сивак. Она, только что был короткий разговор по поводу названия между Елизаветой Викторовной и Виктором Александровичем, и он сказал, мне как математику не понятно, что значит две-три вещи, на что Елизавета Викторовна сказала, а мне как не математик, очень даже это понятно. — Нет, две или три, либо две, либо три. — Вот, так вот, название две или три вещи, которые мы знаем о поведении родителей в социальных сетях и воспроизводстве гендерного неравенства. Мне кажется, что это вот из таких знаковых работ, и я очень рада, что мы с этого именно сегодня начинаем. Елизавета Викторовна, вам слово. — Да, значит, регламент мы все, видимо, помним. У нас, по идее, должно быть два сегодня модератора, но вот сколько... — А, есть уже два, очень хорошо, да. Спасибо. Значит, после выступления мы задаем вопросы на понимание, после этого мы предоставляем слово нашим модераторам, и после этого, как правило, у нас остается достаточно времени для каких-то оценочных или рассуждительных суждений. Теперь вот Елизавета Викторовна еще раз спасибо. — Спасибо большое, и спасибо за предложение, приглашение здесь выступить. Мы вначале не собирались, потому что как-то не очень понятно, как это связано с образованием, но на самом деле хорошо, что все-таки мы выступаем, как мне кажется. Я буду рассказывать о нашем совместном исследовании с Иваном Смирновым, вот он тоже здесь сидит, и по какому-то сечению обстоятельств так вышло, что эта статья выходит именно сегодня, про это исследование, и когда она выйдет, все могут более подробно почитать. Но перед тем, как я начну про что-то рассказывать, просьба, пожалуйста, зайдите на этот сайт с любого устройства и вбейте вот в этот код, и ответьте на вопрос, который вы увидите. И обращение к тем, кто нас слушает онлайн, пожалуйста, эта просьба к вам тоже относится, пожалуйста, зайдите на этот сайт и вбейте этот код. У всех получается? Я надеюсь. Да, и главное, ответьте на вопрос, который вы увидите там. Один вопрос, да. Можно сейчас, когда основная часть ответит, можно будет посмотреть результаты. Может быть, не сразу, чтобы не сбивать тех, кто отвечает, еще пока? Ну или можно, я думаю, можно уже. Еще нет? Ну давайте посмотрим. Еще кто-то отвечает, да? Отлично. Пока народ набирает. Елизавета, а не кажется, что тут надо еще указывать религию этих стран? Я как раз сейчас пока скажу. Это вопрос не я придумала, это вопрос из такого большого теста про знания о мире, который придумал Ханс Рослинг, очень известный шведский ученый, врач и статистик. И у него была, я думаю, сейчас это можно уже сказать, идея в том, что люди очень мало, у людей очень много неправильных взглядов о самых простых вопросах, связанных с самыми базовыми фактами о мире сегодня. И в том числе о гендерном неравенстве. Ну сейчас, я думаю, уже как-то замедлился. Да, давайте остановим. Правильный ответ на самом деле третий. И 11 человек из 66 его выбрало, я так понимаю, это люди, да. То есть примерно шестая часть. И это очень неплохо, потому что в среднем, среди всех, кто ответил на этот вопрос, только 7% отвечает на него правильно. То есть это гораздо хуже, чем просто если бы люди отвечали случайно, тогда было бы примерно треть. Вот. И почему я решила вставить этот вопрос? Потому что это просто иллюстрирует идею о том, что гендерное неравенство, несмотря на то, что эта тема, этой теме очень повезло, ее очень много обсуждают, ну сравнительно много, с другими тоже очень важными. Но при этом остается очень много белых пятен у исследователей и очень много незнания про эту тему просто у публики. Даже в нашей аудитории людей, которые очень хорошо разбираются в образовании, вот о таком базовом факте представление несколько неправильное. И если еще немножко про, в целом, про гендерное неравенство, понятно, что мы все, может быть, об этом знаем, есть очень много очевидных достижений. Вот если опять же связанных с образованием и опять же про начальную школу, просто это один из очень важных показателей про гендерное неравенство в отношении образования. Мы видим, что постепенно снижается число детей, которые не посещают начальную школу, как среди мальчиков, так и среди девочек. Это миллионы, в миллионах указаны значения. Примерно 10% детей сейчас не посещают начальную школу, и мы видим, что примерно среди них, примерно половина мальчиков, примерно половина девочек, это соотношение постепенно улучшается. Хотя все равно она остается примерно 1,17, то есть все равно девочек, не посещающих школу, значимо больше, чем мальчиков. Это данные ЮНИСЕФ. Вот данные на ту же тему, только про как раз соотношение девочек и мальчиков, которые не заканчивают начальную школу, про это соотношение для ряда стран, в которых этот показатель был самым плохим. А вот мы видим, что постепенно во всех странах, вот этих во всех, этот показатель за в течение 12 лет улучшился. В некоторых странах теперь, наоборот, в пользу девочек это соотношение, почему-то не в пользу мальчиков, как раньше. То есть некоторые успехи очевидны для людей, которые знают цифры, для общества не все эти достижения известны. Но при этом гендерная неравенство сохраняется в куче других областей. Например, если посмотреть на число выпускников разных специальностей, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, только 3% из них женщины. Но что еще может быть важнее, это то, что сохраняется вот этот культурный лаг, так называемый. То есть мы видим, что там женщины участвуют в рынке труда, в том числе в областях, которые раньше, где были только мужчины. Доступ к образованию, все это улучшается, там право голосовать и так далее. Но стереотипы, то есть вот это представление о женских и мужских ролях, например, они сохраняются, несмотря на все эти, на рост формальных возможностей, на какие-то другие достижения. То есть есть вот этот культурный лаг. И вот еще один пример исследования, как раз про вот это сохранение стереотипов. Очень интересное. Сет Стивен Давидовиц в своей книге, он написал это, он смотрел на запросы людей к Google. Он считает, что это хороший способ изучать стереотипы, потому что, когда люди что-то спрашивают у Google, у них есть все мотивы говорить правду, потому что они хотят что-то узнать сами. Если мы спросим у кого-то, там, как вы считаете, там, не знаю, кто одарен, и люди могут не признаться. Если мы смотрим на запросы к Google, то мы видим, что люди почему-то в гораздо большей степени озабочены интеллектом сыновей, умные ли они, там, или, наоборот, там были запросы, там, почему там глупый ли мой сын и так далее, и гораздо больше озабочены внешностью дочерей, чем внешностью сыновей. Почему-то такие вещи до сих пор сохраняются в 2019 году. И это ставит вопросы перед исследователями, почему так происходит. Есть, понятное дело, очень большой корпус литературы об этом, в том числе работая о том, что вот нужно смотреть на микровзаимодействия повседневные, в которых люди продолжают использовать гендер как такую рамку для какого-то снятия неопределенности, для того, чтобы понимать, как с другом общаться, именно эту рамку, и именно это воспроизводит неравенство на таких более макроуровнях. Но проблема в том, что про эти микровзаимодействия достаточно сложно что-то узнать. И особенно на больших выборках, чтобы узнать что-то детально. То есть для разных групп, например. Так было до недавнего времени, но теперь у нас появилось гораздо больше разных новых источников данных. И как раз здесь произошло такое пересечение наших интересов к родителям и современным родительским культурам, к неравенству и к новым данным. И поэтому вот мы решили посмотреть на то, как родители упоминают своих сыновей и дочерей в социальной сети. Какие у нас были данные? У нас были более 60 миллионов открытых постов из ВКонтакте, которые были написаны в 2016 году. И они были написаны более чем 600 тысячами пользователей Санкт-Петербурга. ВКонтакте люди могут выбирать, какую информацию делать открытой, в том числе делать ли открытым свой пол и возраст. И таким образом мы смогли получить не только и посты, мы смогли получить информацию о том, кто это писал, мужчина или женщина. Плюс для каждого поста у нас было число лайков, которые этот пост набрал. Дальше следующей задачей был поиск постов, в которых каким-то образом упоминаются дети. Для этого была обучена модель, которая для каждого слова считает его так называемую векторную репрезентацию. То есть, грубо говоря, эта модель позволяет понять, употребляются ли слова в более-менее похожем контексте или нет. И с помощью этой модели мы сделали такой список слов, которые... Ну, такие слова-синонимы. Не просто слова-синонимы, а те, как бы, по форме, которые похожи на сын или дочь. А там было много разных слов, в статье они все приводятся. Там, конечно, было много слов неправильно написанных, там, дочь без мягкого знака или как-то еще. Но это все не важно. Важно, что вот у нас с помощью этого метода получился словарь, слов, которые сами люди используют для того, чтобы говорить о своих детях. После... Вот примерно так эти посты выглядели. То есть, как правило, это посты довольно короткие. И дальше мы закодировали примерно полторы тысячи постов, чтобы понять, о чем люди пишут. И там выделилось явно три большие темы. Это как бы про каждую тему примерно, там, больше, чем по 20 процентов, примерно по 20 процентов в среднем постов. Первая тема – это о том, как мы проводим время с детьми, там, мы с сыном в кино, мы гуляем, мы сегодня там катались на велосипедах и так далее. Вторая тема – это очень много тоже постов про позитивные чувства разные, про любовь, про гордость и так далее. И про рождение и дни рождения. Это такие три основные темы. Там, правда, мы кодировали только людей в возрасте где-то 30 лет, по-моему. То есть, понятно, что здесь про не очень больших детей. Были другие темы про выпуск, про там из школы и все такое. То есть, как бы это не три основных категории всех постов ВКонтакте про детей. И важно то, что только 9 процентов постов были не о собственных детях. Мы когда кодировали, мы сразу кодировали и посты, которые не про детей. Было много постов, например, ну как много, среди вот этих 9 процентов были посты, например, о животных. То есть, люди довольно часто пишут о своих животных так, как будто они пишут о своих детях. Вот. И дальше, после того, как мы нашли вот такие посты про детей, мы посчитали долю мужчин и женщин в каждой когорте, которые хотя бы раз написали пост с упоминанием сына или дочери. Хотя бы раз. И число лайков, которые в среднем набирают посты про дочерей и про сыновей. И сначала у нас получился вот просто такой график. Тут пока нет разделения на мужчин и женщин, но он более-менее правдоподобный. Если бы мы увидели, что там в 20 лет люди почему-то гораздо больше пишут, гораздо больше людей 20-летних пишут о детях, чем там 30-летних, чем 30-летних, то мы бы, наверное, что-то заподозрили, что-то не так. Но здесь картинка получилась достаточно правдоподобная. Кстати, в Санкт-Петербурге самый высокий в России возраст рождения первого ребенка, 29 лет, это выше всего в России вообще. Вот. Дальше мы разделили на мужчин и женщин. Каждая точка, это, повторюсь, это доля тех, кто хотя бы раз написал про ребенка среди мужчин и среди женщин в разных возрастных когортах. По оси Х возраст. По Игорьку как раз вот эта доля. Опять же, достаточно правдоподобная картинка. Среди женщин в целом больше пишут о детях, чем среди мужчин. И пик как раз приходится примерно вот на эти 30 с чем-то лет. И, наконец, мы разделили на упоминание сыновей и дочерей. И здесь мы увидели, что практически в каждом возрасте значимо выше доля тех, кто пишет про сыновей, чем про дочерей. Что удивительно и для мужчин, и для женщин. Почему удивительно? Сейчас попозже скажу. Понятно, что этот результат зависит от размера словаря. Потому что мы можем включать разное число слов в этот словарь. Можем, если мы берем только по одному слову, сын и дочь, у нас появляются совсем большие различия. Чем больше словарь, тем эти различия постепенно уменьшаются. Однако при размере словаря в 40 слов, после этого уже изменения какие-то совершенно незначительные. Таким образом, на 40 можно остановиться. И при таком словаре во Вконтакте на 15% женщины пишут больше постов о сыновьях, а мужчины на 43%. То есть всего где-то на 20% больше в Вконтакте постов о сыновьях, чем о дочерях. И что касается лайков, то здесь тоже этот результат, я даже не знаю, что нас больше удивило. Посты про сыновей набирают также больше лайков в среднем. И здесь еще интересно то, что мужчины больше лайков ставят средним постам, которые написаны мужчинами, женщины написаны женщинами. Здесь такая гомогенность. И дальше мы решили проверить несколько, еще раз проверить этот результат. Например, возможны такие ситуации, когда какое-то слово, дочь или сын, на самом деле не про дочь и не про сына. Например, какие-то ложноположительные, когда дочка Газпрома, на самом деле это не про дочь, поэтому она ложноположительная. Или учите сынки, это не про сына, поэтому она ложноположительная. Но также могут быть ложноотрицательные упоминания или подсчеты. Например, слово «возможно», «может быть», люди по каким-то причинам, когда они пишут про своих дочерей, чаще называют их словом «ребенок», чем когда они пишут про своих сыновей, возможно. Поэтому мы решили это проверить. То есть мы, грубо говоря, мы решили проверить все, что мы могли, и все альтернативные гипотезы, которые мы могли проверить на вот этих данных. Чтобы это проверить, мы, во-первых, закодировали 10 тысяч постов, еще одну большую группу, но теперь уже не темами, не то, на какую тему пост, а просто о собственном ребенке этот пост или нет. И дальше мы просто с помощью метода Bootstrap мы брали много-много-много выборок и в итоге сравнили, сколько в среднем постов о собственных сыновьях, сколько в среднем постов о собственных дочерях получили, что все равно, даже если мы берем посты про детей, собственных, все равно о сыновьях больше. Чтобы учесть вот эти ложноотрицательные упоминания, еще раз с помощью той же самой модели, обученной на вот этих постах ВКонтакте, был определен список синонимов уже, то есть не просто формы, там, дочь-сын, но и синонимы, там, маленькие-маленькая. И после включения этих слов все равно результат сохранился. Единственное слово среди таких популярных синонимов было «ребенок», про него нельзя сказать, про сына или про дочь, то есть нельзя так вот его посчитать легко. Поэтому мы просто посмотрели, если человек упомянул слово «ребенок» в каком-то из постов, сколько будет людей, которые еще в каких-то там постах упомянули сына. Таких было 20, почти 30% пользователей. Тех людей, которые в каком-то там из постов упомянули еще и дочь, было меньше. То есть вот это предположение, что люди чаще используют это слово про дочерей, оно не подтверждается. Вот. То есть этот результат довольно устойчивый. Куда, в какой корпус литературы можно вписать вот этот результат? Считывает достаточно много статей про то, что люди предпочитают сыновей в разных странах. Например, это проявляется в репродуктивном брачном поведении. Люди предпочитают, чтобы у них был хотя бы один сын, или чтобы у них было больше сновей, чем дочерей, или чтобы у них были одни дочери, зависит от страны. Проявляется в брачном поведении. Например, по исследованиям, которые в США проводились, было показано в этих исследованиях, что мужчины чаще остаются в семьях, где есть сыновья. Или чаще женятся на женщинах, если родился или родится сын. И мужчины, и женщины проводят больше времени с сыновьями, чем с дочерями. В отдельных странах, например, в Индии, люди больше тратят денег на здоровье сыновей. Доля тех детей, которые привиты, выше среди сыновей, чем среди дочерей, сыновей дольше кормят грудью. И одно из исследований, которое было в Дании проведено, там было показано, что люди счастливее, то есть, если смотреть на их субъективные ответы о счастье, это почему-то у меня просто, как бы, селективный аборт, и более-менее все знают об этом, но то, что люди говорят, что они счастливее в семьях, если у них есть сыновья, то это просто была последняя капля. Вот. Таким образом мы видим, что вот это предпочтение сыновей, оно проявляется и в новой, такой относительно новой среде, и в социальных сетях тоже. Сейчас я быстро гляну, нет у меня слайда. Почему это важно? Казалось бы, там, селективные аборты, чаще женятся на женщинах, если есть сыновья, это как бы все, по сравнению с этим, какое-то там смещение в социальных сетях, может быть, это неважно и безобидно. На самом деле нет. Во-первых, этот результат важен, потому что он про Россию. Россия выше среднего в рейтинге стран по уровню гендерного равенства. Не прямо сильно выше среднего, но все равно обгоняет Индию, обгоняет Китай, обгоняет Корею, Южную. А большинство исследований про гендерные предпочтения сыновей, они как раз проведены в странах таких менее развитых в отношении гендерного равенства, чем Россия. Таким образом, мы видим, что даже в стране, где более-менее одинаковый доступ к образованию, в разном работе и так далее, у женщин и мужчин, все равно мы видим, что вот эти стереотипы, они как-то проявляются и приводят к такому смещению. То есть даже в таких странах далеко от достижения гендерного равенства. Кроме этого, результат важен, потому что это социальные сети, и они очень популярны. И даже если это смещение небольшое, оно каждодневное. Миллионы людей потенциально с ним сталкиваются каждый день, открывая свою ленту новостную в социальных сетях. И таким образом, вот этот сигнал о том, что могут каждый день люди получать сигнал о том, что девочки менее интересны, менее важны, зачем о них писать. Мы уже знаем, что женщины меньше, чем мужчины, представлены в фильмах, в книжках для детей, в учебниках и так далее. Вот мы видим, что такое смещение есть в социальных сетях. Понятно, что если получают люди этот сигнал, как он влияет на воспроизводство неравенства, это все дополнительные исследования нужны. Но для начала нужно просто сделать это смещение видимым. И поэтому, мне кажется, важно, что мы сделали это смещение видимым. На этом у меня все. Спасибо большое. Если есть вопросы, я отвечу с удовольствием. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы у нас, слава богу, есть на это время. Роман. Спасибо за доклад. Свиненцев Роман, Институт образования. Я хотел спросить, вот эти вот цифры, я так понимаю, что это абсолютные значения. Какие именно? Про упоминания в соцсетях и про вот это вот все. Ну, с процентными или долями это никак не связано. Но при этом, насколько я знаю, мальчиков рождаются больше, чем девочек. Да. Ну, в России, в России, в России. Поэтому, может, этим просто объясняется, нет? Да, я об этом как раз забыла сказать почему-то. А в России соотношение при рождении мальчиков к девочкам 106 на 100. Это не настолько большая разница. Мы считали, которая бы объясняла вот это смещение. Смещение больше, чем 106. Поэтому оно не объясняется большим числом мальчиков при рождении. Спасибо. Я, если можно, в развитии того, в своей реплике. А конфессионально не далось посмотреть? Различие. Потому что, грубо говоря, у меня гипотеза, вроде уже, что в исламе как бы одни приоритеты, у католической церкви другие приоритеты. Мы пока это не смотрели, но у нас есть план посмотреть это в разных регионах России. Так что, да, мы посмотрим. Спасибо большое за доклад. Я хотела спросить просто про то, если упоминается и мальчик, и девочка, и тот, и другой есть в семье. Вот вычленялись ли такие, те, которые и про тех, и про других пишут, и насколько, если они пишут и про тех, и про других, и в семье находится и тот, и другой ребенок, они вот все-таки предпочитают, допустим, если в семье и мальчик, и девочка, говорить про сына. Или если в семье и мальчик, и девочка, то в каких-то более-менее равных пропорциях. То есть вот здесь все время такое ощущение, что говорится про, ну, как бы одного. Мы не выделяли специально людей, которые написали и про того, и про другого. Если посты, где упоминались те и другие, они просто были, они считались и туда, и туда. Специально мы не выделяли эту группу. Ну, и на самом деле в России не так уж и много людей, у которых двое детей. Ну, не настолько много, чтобы здесь можно было их сравнивать и выделять. Продолжая фактически вопрос Ирины, все-таки основной результат вот этот, он здесь представлен. Но поскольку у вас гигантская выборка, и вы очень много знаете еще про этих людей, ну вот Ира спрашивала про один контекстуальный фактор, есть ли еще какие-то действительно факторы, ну, например, есть ли какая-то группа семей с ясно выраженной характеристикой, у которой ситуация обратная или выровненная просто. Если нет, то, может быть, вы собираетесь дальше копать, и какие-то у вас есть на отсчет соображения. Ну, мы собираемся вроде бы дальше копать, пока мы вот это не смотрели, какие-то другие разрезы. Там есть, конечно, какие-то другие данные на том же ВКонтакте, может быть, там кто-то указывает религию, может быть, как-то можно там экономический статус реконструировать. Пока мы этого не делали, но, возможно, стоит попробовать. Спасибо за это. То есть я уточню, что сейчас пока возраст, да? Да, и пол. Пол и возраст, да. Вот это вот два фактора, которые сегодня известны и по отношению к ним. Пожалуйста, еще. Еще один вопрос возник. Я понимаю, что вы указываете это, и все равно не является, не может ли так оказаться, что сама выборка, сам способ набора выборки, что это только те, кто зарегистрирован ВКонтакте, сказывается на том, кого больше упоминают? То есть, ну, очевидно, что семей и в Питере, и в России больше, чем людей, которые зарегистрированы ВКонтакте, и, соответственно, у них тоже есть дети. Не может ли это быть причиной такого рассогласования, скажем так, ну, чисто теоретически? Чисто теоретически так, конечно, может быть. Проверить пока мы это... Ну, тут мы проверить этого не можем, просто по определению, потому что... Ну, у нас было, на самом деле, еще дополнительный такой опрос на совсем небольшой выборке, он немножко про другое. Мы просто спрашивали о том... Мы давали примеры постов и спрашивали, опубликуете ли вы такое про дочь или про сына, при этом про дочь или про сына люди видели случайным образом. Ну, то есть, такой эксперимент. И здесь мы видели, что у мужчин все равно про девочек... То есть, про девочек они реже говорят, что да, мы такое бы опубликовали. Это такая небольшая еще проверка была. Это не к вопросу о том, отличаются ли как-то люди на ВКонтакте или нет, но это просто другой, там, с другого блока посмотреть, воспроизведутся ли результаты или нет. Вот. Про отличия тех, кто зарегистрирован на ВКонтакте, конечно, такое может быть, но просто на ВКонтакте практически у каждого есть... У каждого есть аккаунт. И предполагать, что... Ну, то есть, это не тот случай, когда у 5% людей зарегистрировано, да, и мы вот их именно изучаем. Это 5%, скорее всего, они как-то отличаются. Вот. Это не совсем тот случай. Так, еще вопросы, пожалуйста. Простите, пожалуйста. А вот какое значение это может иметь для целей образования и обучения? Вы задумывались над этим? Наверное, задумывались, да? Вот все-таки у вас какой-то есть план и какое-то видение. Что это такое, для чего? Мы задумывались. Смотрите, ну, тут точно никакого плана действий у нас пока нет, как это можно задействовать в образовании. Пока, как мне кажется, этот факт сам по себе важен просто потому, что через школу можно получить доступ ко всем девочкам в России. И, возможно, этот факт просто... То есть не мы сами, но... То есть нельзя родителям сказать, пишите больше о девочках, правильно? Но если там в какой-то момент после этого исследования, там, это исследование кого-то надолкнет на мысль, а там, не знаю, поисследовать какой-нибудь какие-нибудь характеристики девочек и мальчиков. Неравенство. Неравенство. Чувствуют они это или нет? И там что-то еще. Через школу, может быть, как это можно поправить? Может быть. Ну, как, допустим, тот факт, что родители не отдают девочек начальную школу, повлияло на то, что там всякие действия разных организаций международных, которые привели к тому, что теперь это соотношение постепенно выравнивается. Ну, то есть, пока какого-то четкого прямо плана, что с этим делать, у нас нет. Внимание, вопрос. А можно тогда на понимание вопроса я тогда... Мы говорим о том, что, безусловно, существуют гендерные различия. Неравенство возникает не потому, что их нету. Они, безусловно, есть и в отношениях, и в моделях поведения, в ценностях, в чем угодно. Тут как бы... Мы же говорим, что неравенство возникает в связи с ограничениями того или другого доступа. Вы изучали же феномен разного отношения. Вы попытались выяснить, существует ли среди, как бы, ценностей разное отношение к девочкам и мальчикам. Ведь у вас же все-таки не оценочные суждения, хорошо это или плохо, а скорее выявление факта социальных стереотипов. Правильно я понимаю? И эти социальные стереотипы еще не означают, что вы зафиксировали факт того или другого неравенства в доступе к, я не знаю, к образованию, к работе, к доходам, к собственности, к еще тем или другим социально значимым, я бы сказала, может быть, возможностям, там, благам и так далее. Здесь вот я ведь рассматривала ваш доклад все-таки как некоторую характеристику социальных стереотипов, которые вы выявили, но не потому, что вы характеризовали как-то неравенство и что надо там что-нибудь стирать между мальчиками и девочками. У людей, например, разный цвет глаз. Это тоже объективное различие, но на основании цвета глаз у людей не различается доступ к разным факторам. И у нас нет стереотипов... Да, я про цвет глаз. Именно поэтому. Но и в зависимости от цвета глаз у нас нет никаких стереотипов о людях, которые, как предполагается, вот в отношении гендерного неравенства, предполагается, что стереотипы, они в том числе ведут к тому, что там разные, доступ к разным возможностям. И поэтому, вот как раз, поэтому я об этом и сказала, что важно изучать вот этот культурный лаг. То есть то, почему все равно сохраняются стереотипы, где они сохраняются, насколько они там распространены, потому что в конечном итоге они могут приводить к тому, что у людей просто разные жизненные шансы, разные возможности и так далее. Спасибо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Я просто... Ага, вижу. Я просто хотела обратить внимание, вот я так немножко со стороны слушаю, поскольку мне надо за всем смотреть. на самом деле, два типа вопросов начинали с того, что насколько эти данные валидны, да, нет ли там каких-нибудь скрытых смещений. Вроде бы, авторы считают, что нету, и мы можем верить или не верить, но мы их пока не поймали на неточностях, вроде нет. А второй вопрос, вот эти данные, которые получены, что бы они могли значить, в частности, для образования или не для образования. То есть вот здесь, мне кажется, что есть два пласта, и в принципе, вот обсуждая, вот мне заметно, что они действительно два и два разные, так сказать. Вот, и характерно, что начали с вопросов про валидность, и потихонечку переходим к вопросам о все-таки, что бы это могло значить, что это означает, куда это нас движет. Спасибо. Так, вот, пожалуйста. Анастасия Капуза, институт образования. А вы не пробовали смотреть, в каких контекстах употребляются сыновья и дочери в зависимости там вот, либо пола родителей, либо самих детей? Мы не смотрели на то, как часто, там, есть ли какие-то различия по телам, мы не смотрели на это. Пока мы укодировали, мы как бы так на глаз не обнаружили каких-то различий. Просто, как бы, выявление различий по телам, это требует гораздо более, больше аккуратности. Мы как-то грубо темы выделяли, да, там, эмоции, времяпрепреждения, а нужно все-таки, и это не было нашей задачей, поэтому пока нет, не делали. Господа, вопросы еще? Или мы будем двигаться дальше? Хорошо, значит, ну, если еще будут вопросы, можно будет, на самом деле, вернуться. Значит, тогда я предоставляю сейчас слово нашим дискутантам. У нас сегодня выступает Савинская Ольга Борисовна и Павленко Екатерина Сергеевна. Сначала Ольга Борисовна, директора Аспиранской школы по социологическим наукам. По социологическим наукам. Спасибо, простите. Добрый день, коллеги. Я очень рада присутствовать на этом мероприятии. Мне действительно кажется, что данные интересные, и они интересны как раз тем, что здесь можно порассуждать, что это означает, да, то есть это какой-то такой новый срез того, что может говорить о гендерных различиях в поведении, проживании своей жизни мужчин и женщин, и как эти различия сконструированы не только биологически предзаданные, а вот это как раз, мне кажется, то самое различие, которое скорее социально конструируется, конструируется через биографическую историю человека, да, потому что это вот дети, ну, скажем, начальная школа и, может быть, еще младше, судя по возрасту родителей. Вот, и как эти различия могут предполагать неравенство, я, наверное, эту интенцию увидела в названии, потому что соглашусь с вами, что, может быть, не непосредственно про неравенство, но, возможно, про поиск того, откуда это неравенство появляется. И я абсолютно согласна с тем, что исследований в области гендерных отношений, гендерного неравенства проводится много, проводится много в мире, и вроде бы, ну, не так мало у нас, но время от времени появляются вот такие волны обращения к этой теме, может быть, в некотором смысле скептическое, скептического отношения со стороны каких-то отдельных групп, а другие группы, может быть, говорят, ну, как же нужно действительно продолжать исследование в этой сфере, и вот время от времени появляются волны, на мой взгляд, в последние года как-то вот вновь такой вот интерес внутри России к тому, чтобы все-таки пора разобраться, что такое гендерное неравенство, и это исследование в данном случае, мне кажется, в тренде того, что делается. Мне, на самом деле, конечно, было много вопросов по техническим характеристикам, как эти данные появились, но в целом, мне кажется, это очень интересное исследование, в том числе и как можно использовать большие данные, потому что 60 миллионов постов, это огромная цифра, и то, что вы с ней справились, и даже брали оттуда какие-то отдельные подвыборки, чтобы попытаться увидеть, насколько надежные получаются результаты, сама методика, мне кажется, интересная, хотя все вопросы говорили о том, что, наверное, и дальше еще можно с этим работать, добавлять возможные выявления каких-то еще характеристик, социально-экономические, социально-демографические, но даже то, что есть, мне кажется, заставляет нас задуматься, может быть, отталкиваясь от этого, делать какие-то уже более целенаправленные опросы со смысленными вопросами, которые вытекают из размышлений о том, что бы это значило. В любом случае, это такое исследование, которое дает толчок для того, чтобы работать в этом направлении дальше, и мне кажется, это замечательно. Вот если говорить теперь о содержательной части, про различия в отношении родителей к детям, потому что, ну, как бы про это здесь я абсолютно согласна с теми, кто задавал вопросы, комментировал, мы можем видеть какие-то возможные, наверное, гипотетические размышления, то, с чем это могло быть связано, может быть, тоже кто-то опровергнет. Значит, во-первых, это может быть связано с тем, что воспитание детей у нас отдано женщинам, то есть в этом, в установках по тому, кто должен воспитывать ребенка, нас обгоняют даже Арабские Эмираты и другие восточные страны, это по и европейскому, и по всемирному исследованию, социальному исследованию, и по различным маркетинговым исследованиям, которые для каких-то целей тоже в большом количестве стран проводят, и, в общем-то, вот эти данные, как говорят, бьются, мы видим, что, по-моему, нас там Украина обгоняет, мы по, скажем, историческому такому наследию в гендерных стереотипах, наверное, близки, вот, и если даже посмотреть на данные, которые мы видим там по опросам, мы видим, что, да, воспитанием детей занимаются женщины, матери, второй человек, который приходит на помощь, это вовсе не отец, а это бабушка, да, вот по тому, а кто, кто ухаживает, вот типичная семья, отец зарабатывает, то есть вот эта вот разбивка, хотя у нас и мамы тоже достаточно активно работают, но контракт работающей мамы, о котором говорилось, он, его особенность в России в том, что это не просто контракт работающей мамы, но это контракт двойной нагрузки, когда мать и работает, и самый главный взрослый человек, который ухаживает за ребенком, да, то есть мне кажется, может быть, и это вот такое вот женское участие в воспитывании детей, где-то вынуждает их больше внимания обращать на сына, сын становится чуть более, да, предпочтительным в том, сколько внимания ему уделяется. Во-вторых, мы, конечно, увидим, ну, правильно было сказано, что, скорее всего, эти различия связаны со стереотипами, если посмотреть, то в публичной сфере, даже если женщины работают, да, то вот такие более яркие публичные фигуры, в российской культуре тоже мужчины, может быть, тоже так же неосознанно женщины делают ставку на то, чтобы, ну, вот как бы уделять внимание мальчику, мальчик даже вот в этом отношении становится чуть более публичным среди обсуждения того, что с ним происходит в кругу друзей, там большого количества людей, кто подписывается на посты друг друга. Вот. И еще, мне кажется, один момент, которым вот согласуется, а что происходит в школе, я смотрела разные исследования, вот мы делали свое такое пробное, девочки имеют более низкую самооценку, и не только самооценку себя, как девочки, да, вот для дальнейшей жизненной в целом стратегии, но и для профессионального выбора. И вот это то, что маму уделяют чуть меньше им внимания, меньше внимания не просто им уделяют, да, вот их успехам, что там с ними происходит, какому-то эмоциональному контакту, который их радует, ну, вот тем трем направлениям, про которые говорилось, все-таки день рождения – это тоже такой момент становления идентичности ребенка. Вот. Может быть, это тоже, это как гипотеза, связана с тем, что девочки недополучают этого признания и остаются вот как бы в тени самих себя. И в выборе профессий, и в представлении вот как бы об успешности своего собственного жизненного проекта. И в этом плане где-то вот у нас есть такой тоже стереотип, что мальчиков нужно обязательно хвалить, это очень важно, но мне кажется, вот эти цифры и разные вот смежные, которые выявляют какие-то совершенно другие аспекты, да, гендерных отношений, разного отношения к мальчикам и девочкам, наоборот, скорее нам подтверждают, что девочек надо, если не больше хвалить, то хотя бы уделять им больше внимания. Вот, наверное, на этом все. Но в любом случае, действительно, это интересные цифры, с которыми еще можно дальше работать. Да, и я. Спасибо. Спасибо большое. Ну, Екатерина Сергеевна теперь, да? Научный сотрудник Центра культур-социологии, антропологии, образования, института образования НИУШИ. Спасибо большое. Хочу поблагодарить докладчиков. Это, мне кажется, очень важное исследование именно в том, как вы его и запланировали, показать то, что очень сложно отловить и очень сложно продемонстрировать и конкретно для России. Действительно, есть такой, можно это по-разному называть, стереотипом, заблуждением или иллюзией, аргумент, в том числе, который неоднократно высказывается в различных дискуссиях по поводу геттерного неравенства в России, в том числе в связи с дискуссиями западными феминизмом, аргумент о том, что у нас все в порядке с гендерным равенством, потому что об этом прекрасно позаботился Советский Союз, обеспечив примерно равное соотношение мужчин и женщин на рынке труда. В чем проблема? В том, что равным соотношением мужчин и женщин на рынке труда не исчерпывается гендерное равенство. И действительно, то разное представление, которое в разных ситуациях транслируют люди друг на друга, да, в данном случае мы говорим о родителях и детях, дочерях и сыновьях, но в принципе это то, что касается любых повседневных взаимодействий на рабочих местах, в школе, учителя, дети между собой, взрослые между собой, это все сказывается на том, какие дальше шансы у человека есть в жизни, на тех возможностях, которые у него есть. И то, что мы называем стереотипом, это тоже источник неравенства. Это первая вещь, которую хочется обозначить. Дело не только в том, что, ну, и когда мы начинаем изучать разные виды неравенства, и в частности, и применительно к образованию, даже то, что мы видим на примере как бы постов про детей, оно нам показывает не просто наличие смещения и направление смещения, а оно нам указывает на то, что это смещение пронизывает вообще все сферы жизни и образование в том числе. Да, если мы говорим о том, что достижения девочек не признаются, это очень образовательно как бы релевант факт, не только в плане воспитания или там обращения каких-то, казалось бы, отдаленных постов, потому что то, как детей оценивают, то, как о них говорят, действительно формирует у них, ну, самая простая формула, которую мы можем создать, это не единственная возможная формула, но самая простая. Те представления, которые на них транслируют, они усваивают, они их интервьюизируют, это входит в их идентичность и дальше они уже с этим живут. Они живут с заниженными ожиданиями, с заниженными притязаниями, например, которые не позволяют им в дальнейшем набраться достаточно упорства и смелости, чтобы поставить себе более высокие цели, образовательные в том числе, пойти в какие-то области, в которые они боятся просто идти там, или сдать ЕГЭ, даже просто решиться сдать ЕГЭ. Это все приводит как бы к очень понятным, видимым, образовательным результатам. Вторая вещь, которую мне хотелось бы сказать, связана с тем, что то, что мы называем гендерным неравенством, имеет очень глубокие корни. И это нужно всегда понимать. Это не просто то, как родители оценивают какие-то достижения или какой-то свой опыт с детьми. это то, как в культуре принято обращаться с такими объектами культурными, наделенными смыслом и символическим весом, как мужчина и женщина. И эта дихотомия, как можно понять из, допустим, антропологии, из культурных исследований, лежит очень глубоко в принципе в том, как формируется представление о мире в той или иной культуре. И мы можем считать, что Россия не похожа на такие страны, как Индия или Пакистан, Иран, которые религиозные и которые менее продвинутые по гендерному равенству, потому что они более религиозные. И вроде как у нас мы не такие религиозные, у нас не так много каких-то предвзятых представлений и как бы стереотипов про это, но представления и культурные схемы, которые формируют социальную жизнь, они не обязательно только религиозные, это тоже в общем-то понятно, они просто есть, без них мы не можем наделять мир смыслом. И вот эта дихотомия, которая заставляет нас по-разному обращаться с мужчинами и женщинами, соответственно, с сыновьями и дочерьми, ее необходимо исследовать, ее необходимо с разных сторон анализировать, и понятно, что если мы просто перестанем писать по-разному про дочерей и сыновей, само по себе, само по себе феномен гендерного неравенства, от этого никуда не денется. как бы именно то, что вы хотели сказать своим исследованиям, вы показали один маленький сигнал о том, что это неравенство существует, и дальше его необходимо исследовать, необходимо об этом говорить, и необходимо показывать, как это неравенство транслируется, в том числе в образовании. Спасибо. Спасибо большое, Терина Сергеевна. Коллеги, мы теперь можем позволить себе свободное обсуждение. Кто хочет, пожалуй, ты... Так, кто первый? Спасибо, Иван Смирнов. Я, может быть, хотел просто еще добавить к ответам на вопросы. Во-первых, про то, что посмотреть на другие характеристики, то, что Сергей Ильич предлагал, на самом деле это кажется, что данных много, на самом деле их на ВКонтакте практически это невозможно делать, как только мы уходим за возраст и пол, пытаемся смотреть на что-то другое, то там размер выборки уменьшается больше, чем на порядок. То есть там перестает это быть сразу большими данными, и там все ошибки сразу супер вырастут, практически ничего невозможно к сожалению делать с другими характеристиками, там заполненность буквально однозначные числа процентов и просто там появляется один такой шум, к сожалению. То, что мы делали дополнительно, на ВКонтакте появилась новая возможность, когда вы вводите ключевые слова и вам возвращают абсолютно все упоминания этих слов, которые есть на ВКонтакте. Вот, просто все упоминания, мы сделали это тоже по этим запросам про сына и дочь и посмотрели, что там был тот же самый процент, 20% было больше упоминаний, это просто все упоминания, ну, такое дополнительное подтверждение того, что просто на всем ВКонтакте мы можем более-менее уверенно сказать, что там больше 20%, но эта выборка нам, вот эта выборка нравится нам больше, потому что здесь мы как бы все контролируем, понимаем, что происходит, когда нам ВКонтакте возвращают просто все упоминания, это очень сложно контролировать, и тогда как раз будут возникать все вот эти вопросы по поводу того, что стоит, кто эти пишут, а здесь у нас такая контролируемая выборка. тут же, если перейти к вопросу про то, что это какие-то особенные пользователи, у меня складывается такое чувство, что есть какой-то предрассудок, может быть, все-таки к этим данным, потому что я вот про ВКонтакте рассказываю года четыре, и мне все время задают этот вопрос, и мне кажется, что его нужно правильно положить какой-то контекст, ну, например, если мы посмотрим на все статьи, вот там, все, что мы знаем про психологию человека, и посмотрим, что это за исследование, ну, по факту, почти все из них выполнены на выборках типа 100 человек, и обычно это студенты одного конкретного американского вуза, вот, и вот эти те факты, про которые мы говорим как общеуниверсальные психологические факты, все получены, в принципе, на таких выборках, и в данном случае, когда у нас выборки такого размера, как у нас, то на самом деле здесь, как бы даже их само количество, это просто уже означает, как бы, очень важный, как бы, с точки зрения получения нового знания шаг, просто потому, что даже если этих людей много, даже если они какие-то, может быть, не очень похожи на оставшуюся часть, это все равно очень важное знание, ну, и здесь, и я не помню, когда я последний начал статью, в которой была реально случайная настоящая выборка для какой-то большой популяции, даже вот эти наши, даже международные строительные исследования, она на самом деле не полностью случайная выборка, и поэтому в исследованиях обычно все-таки правильно думать о том, какое может быть альтернативное объяснение, то есть, например, если есть какое-то конкретное объяснение, почему те, кто не зарегистрированы в контакте, будут по-другому себя вести по отношению к детям, куда конкретное, вот тогда мы можем взять и проверить этот конкретный факт, ну, и так вот наука постепенно, так вот она развивается, так проверяется, а просто сказать, что это не все люди, мне кажется, что, ну, все статьи не про всех людей, и последнее, что я хотел сказать, это все-таки про неравенство или не про неравенство, мне кажется, все-таки это про неравенство, потому что то, что мы показываем, это то, что, ну, девочки недопредставлены вот в этом цифровом нарративе. И мне кажется, что недопредставленность – это вполне конкретный факт неравенства, потому что их в жизни примерно 50 на 50. Если они недопредставлены в книжках, в учениях и так далее, это конкретно уже неравенство. Например, в моем любимом городе Парижа 30% улиц названы именами мужчин и 2% именами женщин. А жил это их 50 на 50. И здесь мы можем сказать, ну, это вот там история, вот теперь как бы все поменялось, мало ли что там было с историей, но наше исследование показывает, что это верно не только для истории, а сегодня, причем это верно не для какого-то общественного дискурса, а это верно для родителей, которые пишут про собственных детей. И в этом смысле мне кажется, что это важный результат. Вот это то, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо, Иван Борисович. Исэк Давидович. У меня и комментарии, и вопросы я поэтому попросил сказать. А, значит, все-таки, ну, это необычное исследование для нашего семинара. И я могу сказать откровенно, что когда его читали некоторые люди, которые публикуются в классических и наших, и зарубежных журналах, то они говорили так, что они вообще не... Ну, подумаешь, ну, вот обнаружили такой факт. Мало ли еще фактов бывает. И поэтому мне это лично очень нравится, потому что когда у нас часто защищаются диссертации, или там статьи пишутся, то там диссертации спрашивают, какие новые знания. Ну и там, например, уточнено понятие компетентности здоровья, не сберегающего, там, образа жизни. Да, вот это считается новым знанием. А, конечно, в таком самом тривиальном смысле знание – это действительно, что мы нового узнаем про мир. И поэтому мне как раз кажется, что это очень симпатичное исследование. Я согласен с Иваном, что оно подкупает тем, что это действительно огромная выборка. И, пожалуй, мы можем сказать, что вот так социальная природа у нас в России сейчас, она вот так примерно устроена. Но тут у меня вопрос к авторам все-таки. Вам не хотелось придумать какую-нибудь большую, я не знаю, теоретическую проблему или теоретическую рамку? Еще раз, меня вполне лично устраивает, и я поздравляю и считаю, что это и есть самое замечательное, когда мы что-то твердо устанавливаем в социальных науках, твердо, а не уточняем понятие, придуманное твоим соседом по кафедре. Но все-таки, вот еще раз, согласны ли вы, что это такое, во-первых, правильно я интерпретирую этот тип исследования, а второе, не было ли у вас искушения, если было, то что бы вы искали в качестве там, если бы вам пришлось построить это исследование вот в таком виде, когда требуется теоретическая рамка, методологические основы и так далее, и так далее? Ну, во-первых, я согласна с тем, что факты, они вообще недооценены. То есть у нас какая-то в социальных науках произошла какая-то, не знаю, как это назвать, инфляция или не знаю, то есть, да, видимо, инфляция. То есть результаты кажутся хорошими, если на факт накручено очень много всяких интерпретаций, очень-очень много. Хотя мы, может быть, тут тоже накрутили, может быть, чуть больше, чем нужно, про воспроизводство неравенства, например. Может быть, а может быть и нет. Но, тем не менее, даже если бы этого ничего не было, просто проверка одного небольшого факта, это уже, ну, проверка. Насколько он устойчив к разным методам, к разным, там, не знаю, словарям и так далее. Это не то, что какой-то результат, который вот докрутить и будет замечательно. То есть мы с этим не согласны. Что касается теоретической рамки, какой-то другой, то есть помимо, там, вот этих работ про предпочтение сыновей, здесь, ну, и помимо работ про воспроизводство неравенства, какое-то его, там, не знаю, моделирование. Вот мы узнали, что люди чаще пишут про сыновей. Как можно с помощью этих данных дальше или с помощью каких-то там дополнительных, построив какую-то модель, понять, ну, там, не знаю, понять, насколько большой должен быть, насколько большим должно быть это смещение, чтобы в результате там через какое-то время, там, не знаю, был какой-то эффект. Недопредставленность девочек там-то и там-то, не знаю. Вот, может быть, что-то такое хотелось бы. сделать, если бы у нас были все возможные данные, все было нам доступно. Спасибо. Так, еще желающие. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я, конечно, тоже хотела поблагодарить очень и Лизу, и Ивана именно с тем, что взято исследование, и я соглашусь, что вполне убедительно доказан факт, что в родительском отношении, для меня это очень важно, что это не гендерное самоопределение, а это все-таки самоопределение по отношению к родительству, то есть родители уже по отношению к собственным детям. Факт стереотипов, которые относятся, конечно, к гендерному неравенству. Ну, и надо сказать, что, несмотря на всю идеологию и политиканство, вокруг этого вопроса, мы, конечно, относимся к стране с очень глубоким гендерным неравенством, с очень глубокими, разными шансами на жизненные успехи и вообще доступности разных жизненных траекторий для мужчин и женщин, надо сказать, что Советский Союз многие из них углубил, а вовсе не снял. Часть снял, а часть очень углубил и законопатил настолько, что теперь их и раскопать, превратить в равенство практически невозможно. Это не только нашей страны проблема, но наша особенно, в том числе, проблема. Здесь связано, и как раз то культурное разнообразие, не только этническое, культурное, но даже и национальное, и религиозное, оно как раз способствовало углублению этого неравенства, а вовсе не его, так или иначе, сглаживание. Но мне казалось бы, что вот здесь вот даже при установлении этого факта очень важен феномен воспроизводства, потому что через родительство именно воспроизводится. Вот мне бы хотелось углубление этого исследования через... Если бы работа была посвящена просто гендерному самоопределению, это одно, а когда это уже родительство, то мы можем говорить о том, что, может быть, до этапа родительства там было меньше стереотипов в отношении воспроизводства неравенства, а вы все-таки вскрыли довольно интересный факт, что оно в состоянии родительства воспроизводится и углубляется. И вот здесь действительно очень большие риски тому, что нет механизмов преодоления в стереотипах, в своем поведении, в своих ожиданиях этого неравенства. И я совершенно согласна с Лизой, что простых механизмов здесь нет. Нельзя навязать, пишите про девочек, или говорите про девочек, чтобы они стали все там сисадминами, и все будет прекрасно. Нет, безусловно. Более того, само понимание равенства, оно очень сложно устроено. Это не просто равенство в тех или других возможностях, это в первую очередь и в самоопределении, в ценностных установках, в самооценках и в выстраивании жизненной траектории в соответствии с позициями того или другого равенства как ценности, вот самой по себе ценности этого равенства. И мне кажется, что очень интересным было бы здесь, я думаю, что Иван согласится, что, может быть, это возможно отследить, поскольку взят возраст, собственно, насколько в разных когортах, относящихся к разным поколениям, воспроизводится это неравенство. Вот у вас общий график был, но не было, допустим, среди 50-летних, среди 40-летних, среди 25-летних, насколько все-таки там есть вот эти разницы, поскольку возраст уже все равно вытащили как характеристику, потому что мне кажется, что здесь есть скрытое влияние каких-то общих воздействий внешней среды, что мы не имеем пока тенденции к сглаживанию воспроизводства в стереотипах этого неравенства, а что, скорее, наоборот. И из-за этого, мне кажется, очень важна вот эта вот идея, как бы, почему мне очень нравится ваше исследование, когда оно на данных контакте, потому что там человек с другой степенью искренности выступает по сравнению с идеологическими установками, публикациями и даже поведением. И в этом смысле то, что благодаря контакту и общению и другого типа информации, которые вы снимаете, вам удается вытащить изменения не в таких идеологических установках там на равенство или на все остальное, а действительно в таком вот социальных стереотипах, в поведении, в отношениях даже, что очень важно. И кроме, поэтому вот здесь вот возрастного вот этого воспроизводства, для меня очень интересным показалось как раз обсуждение того, насколько это потом проявляется как то, что называется, реального поведения, диктуя, вот это те ценности установки, которые потом диктуют поведение в уже реальной жизни, то есть являются определяющими по отношению к поведению. И поэтому я считаю, что действительно здесь есть попытка в этом исследовании установления новых фактов на очень убедительных данных. И Ваня показал, что не все так легко контролируется, но многое вполне контролируется. И, наверное, можно углубить сами шаблоны текстов, которые вставляются для того, чтобы на их основании подсчитывать те другие частоты и говорить, что эти сами по себе кусочки, шаблоны, фрагменты текстов имеют еще и определенную социальную окрашимость, социальные значения различающиеся, эмоциональную окрашенность. И отнестись уже с некоторой позиции, поддерживая здесь Исаака, который говорит о том, что и в некоторые теоретические конструкты рамки можно было бы это вставлять. И поэтому вот этот тип исследования на данных, в которых высказывается, есть срез снятия такой вот ценностной, мотивационной структуры, стереотипов, которые потом проявляются в социальном поведении, мне кажется, это большое достоинство. И даже вот новизна исследования именно, это факт не просто полученный из опросов, в котором человек всегда хочет выглядеть, отвечая на вопросы так, как вроде бы нужно выглядеть. Здесь они не стараются выглядеть так, как нужно. Тот масштаб и объем информации, который вы анализируете, это о том, что это люди пытаются общаться и найти именно вот в своих каких-то таких представлениях поддержку, опору, лайки, отрицания или, наоборот, социальное одобрение. И поэтому сам тип исследования, который дает нам новые данные о социальных представлениях, стереотипах и социальных ценностях, убедительность когорты и возможность дифференцировать и проследить в динамике даже становление этих стереотипов, мне бы казалось очень сильными сторонами этого исследования, имеющими точно потенциал для того, чтобы и методы эти использовать, и тип данных этот использовать, и ставить более важные и значимые задачи. Ну и еще как плюс я бы все-таки хотела отметить, Лиза, совершенно права. Наверное, общее влияние там на общество в продвижении ценности равенства гендерного, оно очень важно, но, к счастью, удержаться надо от простых рекомендаций, ну типа там, значит, вернуться либо к разделению на учение у мальчиков и девочек, либо, наоборот, во всем мире, значит, продавливать идею совместного обучения, несмотря ни на что, и уравнять всех в собственности, в первую очередь в праве наследования, конечно. Вот, к счастью, никаких таких рекомендаций из этого исследования нет, и я думаю, что бережность отношения авторов именно к этим фактам, к социальной реальности, к тому, что она вот так вот просто не воспитывается. Можно, конечно, в школе говорить, чтобы все там девочки или мамы на родительских собраниях писали хорошо и правильно про девочек, но это не изменит поведение ВКонтакте. И в этом смысле попытка изучить, а потом уже думать, как к этому относиться, и какие здесь могут быть социальные технологии изменения, и именно социального изменения представлений людей, тоже я отношу к таким очень сильным сторонам исследования, тоже, наверное, в том числе и в перспективе, и поэтому вот такое вот основанное на данных именно научное исследование в получении нового знания, научность именно в том, что добыто новое знание, как с нефтью, добыча нефтью, так и с добыто нового знания. Мне кажется действительно очень важным и интересным, и может быть пока еще новым даже для, ну вот и института, и для разворота тех междисциплинарных исследований, связанных и с социологией образования, и с родительством как таковым, и с социальным поведением, и с развитием жизненных траекторий людей, которые есть. Ну и последнее пожелание, если бы вы могли добавить еще и самих детей без родительства уже, и сопоставить с их гендерным самоопределением, было бы, наверное, очень любопытно, потому что они тоже все в контакте уже с определенного возраста есть, но еще как бы не родители, когда мне кажется, что здесь есть вот различия, что как бы вот родительство, оно как-то углубляет, в домок, мечом по голове ударив вдруг, а то, что девочки с мальчиками так сильно различаются. Пока они как бы родителями не стали, вроде кажется, что немножко больше, меньше стереотипов неравенства и больше открытости к возможности равенства. Спасибо. Ирина Силовна, так, коллеги, ну тогда позвольте, я просто два слова скажу, прежде чем... А, ты, я буду завершить, ага. Ну, коллеги, спасибо. Коллеги, сначала не к исследованию, которое было докладывали результаты, проблематики. Я знаю, там, в Соединенных Штатах одно время очень много уделяли внимание, как описываются мальчики и девочки в учебной литературе. Какие примеры гендерного поведения? Было бы интересно посмотреть, как у нас в литературе и в учебниках наших описываются стереотипы поведения мальчиков и девочек, в том числе в рекомендуемой литературе, которую дети у нас должны изучать. Это к вопросу трансляции стереотипов поведения мальчиков и девочек. В эту сторону. А что касается самого исследования, ну, вот, Елизавета Иван, для меня было бы очень важно, все-таки, если бы вы сформулировали какие-то вопросы, по поводу которых нужно было провести вторичное исследование. Я согласен с Иваном, что ВКонтакте слишком мало контекстной информации, если вытаскивать, то выборка становится исчижающе малой и пустой. Ну, вот, вторичные исследования могут какие-то проводить по этому поводу, начиная от состава семьи, ну, полная семья, не полная семья, ну, там много чего. Вот, поэтаж, какие-то гипотетические вопросы, а потом организовать вторичные исследования. И тебе нам еще скажи, что такое сегодня полная семья, и мы будем сейчас. Ну, правда, мы на нас. Неполная, мы понимаем, про полную, ничего не понимаем. Нет, это не тогда, когда и папа, и мама одного пола. Это вот неполная семья для меня. Мама, бабушка, одного пола. Это неполная семья? Так, ладно. Ну, я к чему говорю? Это прекрасные темы. Ну, что, неправы, что ли? Это прекрасные темы для магистрских работ, для магистрских работ и так далее. Вот, повытаскивать темы вторичных исследований, исходя из вас. А если про продолжение, конечно, Питер у нас город, который, ну, в котором есть все. Да? И в этом плане Да, все там есть. Но хотелось бы посмотреть все-таки вот про эти сюжеты. Перенесся ли, например, на малые города? Ну, и так далее. В Чечне отношение какое? Кстати, тоже интересный вопрос. Коллеги, я, значит, прежде чем как-то там какие-то завершающие слова говорить, мне вот первая, вот попытка, первая наша реакция, значит, первые вопросы, которые задавались Елизавете Викторовне, они были про то, что это, вдруг это неправильно, вдруг вы ошиблись, вдруг это какой-то артефакт. И мне кажется, это очень характерно, вот я сейчас совершенно как психолог говорю, да, очень не хочется принимать такие факты, они неприятные. Нам фактически показали такую собственную документальную фотографию, вот не постановочную, когда я улыбаюсь и стараюсь, значит, я подкрасилась, а вот такая, как я на самом деле. И это оказалось не очень красиво. И в этом смысле хочется сказать, что вы, наверное, ошиблись, вы, это все неправильно. И вот ответы коллег показывают, что, к сожалению, эта фотография правдивая, потому что данные эти не про Питер, город трех революций, а про каждого из нас. И тут я, конечно, я прошу прощения, это полсекунды, значит, когда я родила вторую девочку, и моему мужу это сказали по телефону, а тогда не было, значит, УЗИ, то он не поленился, сел и приехал в родильный дом в надежде, что ему скажут что-нибудь другое. Вот, значит, ну вот, понимаете, и в этом смысле это действительно чистая правда, то, что мы получили. Но дальше вопрос, действительно, а что нам с этим фактом делать? Вот он будет, как такой красивый елочный шар перед нами висеть, и публикация замечательная и так далее. Или мы начнем про что-то думать. И в этом смысле, например, про образование. И я помню, там 25 лет назад в Норвегии мне показывали, например, такая очень упертая феминистка показывала мне серию рекламных плакатов, где женщина, как правило, оказывалась у плиты, а мужчина, как правило, был с портфелем и с галстуком. И вот за эти 25 лет Норвегии перестали, как-то стали избегать такого рода сигналов. Это было абсолютно нейтрально, там могло рекламироваться все, что угодно. Значит, я тут подхватываю то, что сказал Виктор Александрович. Действительно, а как в наших учебниках, а как в наших учебных текстах? Есть ли это? Поэтому мне кажется, что когда мы говорим о развитии этого исследования, не надо пытаться вот из него прямо сразу сделать следующий шаг. То есть, может быть, и получится, у меня даже идея возникла, сейчас я ее скажу. Вот. Но, может быть, так пошире надо посмотреть. Да, действительно, есть эти самые стереотипы. Где мы их поддерживаем? А где есть возможность их как-то разбавить? Вот. Ну, например, картинки в букваре должны быть какими-то гендерно-нейтральными. Да, их, видимо, стоит просто заняться анализом этих картинок. Да, вот на это на все посмотреть или какие-то там тексты и так далее. Вот этот анализ сигналов мне представляется очень важным. И, я почему-то очень спешу как бы сказать. Второе, на самом деле, рамкой, вот я не знаю, для кого как, видимо, для социологов своя рамка, для меня это рамка так называемого социального научения. И это Альберт Бандура. И это вот этот самый-самый сбывающийся прогноз, это как бы одна из веточек его теории. Но поддерживается то, что для данного общества является приемлемым. Значит, если я вижу ситуацию, где мальчик лучше, чем девочка, то для моего сообщества это вроде как приемлемо, я не возражаю против этого. Поэтому вот для меня, если говорить о теоретической рамке, то она вот здесь. И очень просто конкретно, вот мне представляется, что так может быть в рамках этого исследования, может быть, вы это сочетете возможным, если я просто все правильно поняла, то вот эти три типа, да, эмоциональное какое-то там переживание, еще чего-то, еще чего-то, то, что вы рассказывали, может быть, оно не будет дублировать вот эти линии, которые вы показали для интегральных. Я понятно сказала? Не просто упоминание, а упоминание, например, достижения. Оно больше тягает, так сказать, про мальчиков, про девочек, мужчин и женщин. Вот это, мне кажется, Вань, если я правильно понимаю, вот это как раз можно сделать, не искажая саму методологию, которую вы здесь применили. Вот, а значит, ну я тогда перехожу, коллеги, заканчиваю, да? А значит, я горжусь, что мы все с моими коллегами сидим в одной комнате, и что мы, что вот они у нас такие замечательные. Я горжусь, что они сегодня представили такое чудное исследование. Столько народу собралось, все пытались найти какой-нибудь косячок, и не нашли. Поэтому вот я очень рада, что Елизавета, Елизавета Викторовна и Иван Борисович такие молодцы. И, ну, я могу нам с вами пожелать, чтобы у нас было побольше таких вот каких-то классных исследований. Спасибо вам большое, спасибо, Елизавета Викторовна. Последнее слово еще? Я очень-очень коротко, спасибо всем за комментарии. Мы обязательно эту тему будем продолжать, и не только на данных ВКонтакте, у нас другие есть идеи, связанные с гендерными стереотипами, поэтому stay tuned, что называется. Спасибо большое. Все подробности можно почитать в статье и что-нибудь найти, косячок в статье. Спасибо всем. Коллеги, 29 января программы развития административных сотрудников как один из инструментов достижения стратегических целей университета выступит Гринкевич. Гринкевич.